здравствуйте дорогие товарищи с вами снова я со мной снова вы правда не лично через вот эти электронные приспособления различные но это не отменяет кайфа который я получаю от общения с вами и невероятного кайфа который получаете вы просмотра вот этого всего ну и очень хорошо напоминаю вам о существовании плейлистов посмотрите сначала перед тем как просить показать как пластинку посмотрите плейлисты там очень много всего ну и спасибо вам огромное за материальную поддержку канала за то что вы пишете комментарии я их читаю с большим удовольствием иногда даже отвечаю когда хватает на это времени ну а сегодня утром я проснулся и достал вот эту пластинку дженессис фокстрот очень много было просьбы с тем чтобы я пластинку показал про неё рассказала что про не рассказывать если вы ее любите и слушаете несколько десятков лет вышла в 1972 году я думаю что вот 72 года вы ее и слушаете каждый день бесконечно без конца и края то вы наверняка все про не узнаете на этом можно и закончить обсуждение ну на самом деле то я даже мне как-то неловко вот право вот кто я такой чтобы разбирать работу композитора да вот композитор написал какой-то музыкальный фрагмент вот он его написал ему это нравилось честно с трепетом душевным с волнением это написал и больше того еще и сыграл потом и и что вот мне говорит что это это хорошо это нехорошо вот это всех все что написано все хорошо вот композитор написал это это данность это это как солнышко встала села луна вышла там да и что говорит что вот солнышко сегодня что-то не то не как-то не очень луна какая-то кривобокая что это данность это готовое произведение искусства она может нравится может не нравится а вот рассуждать где что но я порассуждаю на самом деле мы пластинка конечно любимо всеми тем кто любит такой вот сложный как бы сложную современную музыку современная да несмотря на то что это прошлый век до 72 год тем не менее все равно это современно это рок-музыка да и все на полочку кладут там где рок на радио тоже там где рок радио на радио шансон же не ставят такую музыку да правда значит все таки урок вот здесь на обложке все видят да что картинка маленькая маленький фрагмент картинки продолжение истории которая началась на нас играем на предыдущем альбоме тот же самый к ракет но появились новые персонажи появилась вот эта странная женщина-лиса в которую преобразился питер габриэл неожиданно для всей группы стал выходить на сцену первый раз никто ничего не подозревал до музыканты на сцене все начинают играть играют и вдруг выходит габриэл в маске лисы такое а потом как-то прижилось и дальше выступать в этом виде и в разных других обличиях пластинку эту я бы сразу для тех кто не в курсе скажу что она считается одной из лучших записей да и поможет даже это говорил одной из лучших записей этого сложного рока все первые там вторые третьи места занимает вам в разных списках разных обзорах и больше того скажу я с утра посмотрел так немножко в интернете и не нашел ни одного отрицательного отзыва об этом что очень странно очень странная даже как-то озадачен был то есть уж о ком о ком уж такие вершины люди поругивают и разбирают я даже не буду называть название груб не будут приводить название наши уж такие есть титаны это их в общем то так люди ну не все любят скажем так это пластинка вообще ни одного отрицательного отзыва это что я не понимаю честно говоря я не понимаю этого ну мне лично солидный год байда по он отправится куда лучше куда больше чем этот альбом то есть следующая пластинка и не повысь этого слова даже нас рекраем не интереснее слушать почему я объясню сейчас я не горишь это плохая пластинка на она хорошая она очень хорошая я когда был юн когда был дитя я ее безумно люблю она мне очень нравится она и сейчас мне нравится но местами как то я опускаю голову при том что это все хорошо потому что музыка баха она она как бы музыка баха она она хороша не могу сказать что но это какая-то поганая вообще музыка не интересная нет конечно эта музыка баха проверенная веками и это гений который написал действительно удивительную музыку выстроил схему в которой работают десятки тысяч музыкантов в той схеме в тех гармонических последовательностях в тех приемах в тех музыкальных фразах которые которые вытащены из творчества баха и и тиражируется бесконечно в разных областях в разных стилях разными артистами вплоть до такой убитой отбитой поп-музыки уже совсем все равно там это все проскакивает но это альбом вообще имени баха конечно можно сказать это просто вот так надо было написать даже дженессис факстрот в скобках имени агана себастьяна бах потому что здесь настолько много баха образной музыки так и и просто в каждой песне при этом песни очень хорошие когда начинается песня как песня когда такое авторское творчество идет мелодии мелодия своя до гармония своя очень кайфово потом раз опять мы съезжаем в эту вот в это вот вот в этом вот в это вот в то что каждый из нас слышал тысячи раз в разных версиях и когда мама водила нас маленьких в консерваторию да или не водила а сами ходили и когда слушали пластинки классической музыки или когда ходили на концерты классической музыки да все это слушано переслушано все это просто вот в генах уже сидит и возможно и поэтому эта пластинка очень нравится всем потому что она узнаваема музыка очень узнаваемая несмотря на то что она кажется как бы необычная как вот такая грандиозная красивая прекрасно сыграно все но она по фразам по последовательности маккордов она узнаваема когда начинает тони бэнкс играть вот эти вот нисходящие восходящие пассажи эти триоли там понятно что будет следующим все понятно что будет следующем такте красиво это какое-то такое вот я понимаю это да это классическая это красивая классическая музыка преобразованная в рок сыгранной рок-группы и от этого все тело погружается в теплую ванну такой интеллектуального комфорта очень все здорово очень все прямо вот хорошо так что лучше хорошая быть уже не может прямо очень красиво но это я не ругаю кстати говоря потому что я до сих пор эту классинку слушаю у меня две оригинал и переиздание которые дома у меня лежит я сейчас на даче это все здорово но если говорить бахообразной музыки то на мой взгляд у прокол хором получается лучше если говорить об а бахообразных каких-то построениях и не что прокол хором лучше чем genesis то есть это глупости вот эти одни не не употребляю мы просто там свое там там свое там там на основе даже не на основе а вот я понимаю что гарри брукер очень любит баха я это понимаю и демонстрировать гарри брукеру это не нужно не обязательно мы играть прямо целиком куски вот оттуда брать перерабатывать их и прямо вот так вот играть чтобы убедить меня в том что любит баха здесь тони бэнкс убеждает все время но это нормально ребята были очень талантливые очень кайфовые очень мощные музыканты с огромной фантазией все это есть да но я слышу что меня все время убеждают в том что мы очень хорошо знаем классическую музыку и вот мы прошли вот это все весь курс да и поэтому можем это все играть и даже на основе этого создавать свои собственные рок-композиции очень хорошо очень здорово но через чур как сказал один мой знакомый хочется чего-нибудь багажа в хорошем смысле этого слова нет 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 watcher of the skies когда начинается мелатрон с органом еще там не один мелатрон играет мелатрон группа купила у king crimson кстати говоря вот этот который используется здесь мелатрон и орган еще два инструмента там замешаны и очень красиво да и где-то я прочитал что мелатрон же очень трудно вообще настраивать с ним совладать не не просто и вот эти два аккорда с которых начинается watcher of the skies очень долго тони бэнкс искал как бы сделать так чтобы нормально прозвучало и в общем на этих двух аккордах остановился потом развил эту историю добавил еще органа и получилась очень красивая штука и вот watcher of the skies sky да и после этого вступления начинается авторская песня в хорошем смысле этого слова не это самое не про дырочку в правом боку авторское творчество кайфовая рок история и эту песню исполняют десятки групп которые играют так называемый прогрессивный рок до сих пор очень много не то чтобы кавер-версии я разлюбил это понятие а исполнений очень много включая там я не знаю там dreams это и кого угодно то есть все это все это есть вот time table тоже все прекрасно тоже все хорошо но кстати в очередь искать то тоже как будто цитаты из классики они тоже начинают уже появляться 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 time table шикарная песня на наверно одна из любимых на этом альбоме мною также мной сильно любима первая часть из сапа среди которая является чистым творчеством genesis безо всяких без воспоминаний о том что я играл в музыкальной школе там музыкальном училище с педагогом без цитирования совершенно очень хорошая штука и замечательная конечно willow farm с продолжением из двух частей на второй стороне вот это сапа среди гиги грандиозное полотно на 20 с лишним минут из нескольких частей вот первая часть и willow farm с продолжением две части просто потрясающие они действительно вот они авторские они очень самодостаточные такой прорыв фантазии спета гениально сыграно интересно придумано очень диалоги этом внутри песни габриэл устраивает такая театрализация очень кайфово ну а когда мы подходим к get a mail by friday такой театру микрофона нет все тоже все круто все красиво все здорово неожиданная какая-то странная пауза в середине все затихло и все и и и как-то и вот возникает ощущение что песня собрана из кусочков почему-то вот а в принципе она должна быть монолитные и опять таки я начинаю учить композитор да как должна быть то правильно не проект и сделал неправильно нет это мое мнение я так слышу просто вот раз одна часть закончилась пошла другая и потом пошла 3 и после вот этого после после упадка динамики вдруг начинается такая квазисимфоническая какая-то история тяжелая тоже которая тоже уже слышал много раз финал сапа среди тоже грандиозный очень красивая штука на кинутилити and the coastliners последняя на первой стороне тоже такая красивая хорошая сочиненная дженесис песня без заимствования без никаких все здорово плавная первая часть потом врубается группа пошла все красиво но в конце все равно сваливаемся вот в это вот вот все и тени органа себастьяна баха вырастает перед моими глазами прямо здорово но время для 72 года это конечно был прорыв это был шедевр это и есть шедевр на самом деле потому что так 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 за замешать классическую музыку с роком да еще с удивительным вокалом питера габриэла с блестящей игрой стива хакета и всех остальных музыкантов фил коллинз там постарался поддержать вот это все безумную историю которую сочинили музыканты очень круто ну а horizon как который с которой начинается вторая сторона это учебник для молодых гитаристов как играть искусственные флажолеты мы все через это проходили все вот эту штуку на искусственных флажолетах играли то что играет стив хакет horizon так что очень хорошая пластинка я и очень всем советую а я пошел пить пока